что касается причин заболеваний вообще аутоиммунных заболеваний в целом и самое главное их рост рост 21 век век когда у нас загрязняется экология когда у нас изменяются продукты питания когда у нас растет нервный стресс основные мысли которые есть у неврологов что прогресс появление рассеянного склероза у человека напрямую связаны с нарушением экологии и естественно со стресс то есть нередкие случаи когда рассеянный склероз начинается после внезапно перенесенного острого стресса вот у кого-то инсульт у кого-то гипертония у кого-то рассеянный склероз у кого-то другие вот иммунные заболевания более того мы сейчас с вами едим продукты прямо скажем зачастую сомнительного качества не знаю что это то есть нам всегда пишут что продуктах пытались убить там нет дыма вода гены модифицированы каким-то составляющих разного рода красителей и так далее но мы что-то выращивали своих огорода знаю что такое виски чистое покупаем магазинах специальных что-то берем в общей сети мы покупаем с вами косметику но мы покупаем предметы домашнего дохода быта чем дальше тем агрессивнее становятся эти химические вещества и все это может быть принципе химическими веществами которые в дальнейшем могут вызвать сбой иммунной системы как это происходит вот такая молекула которая незнакомую организм может соединиться с частью белковой молекулы внутри организма и сформировать так называемый гоптен то есть незнакомую белкового молекула для организма который должен быть иммунный ответ как на любую бактерию или какую-то чрезвычайную вещь и попадая регулярно в каком-то определенном временном интервале она формирует стойкую реакцию организма воспалительного характера на себя затем по нарастающей идет процесс поломки нервной системы который уже не обратить то есть мое мнение мнением большинства неврологов в такие ситуации как и специалисты которые в других сферах салтоиммунной заболеваниях встречаются что важнейшими играют факторы все-таки которые в 21 веке возымели огромное значение это нарушение экологии в глобальном масштабе это массовый рост депрессии неврозов психозов и так далее в общем в общем целом перепопуляция разного рода конфликты этнические и те вещи которые мы пытаемся сказать определенный дефицит продуктов питания сбалансировать это массовая продукция пищи используя разного рода суррогатные материалы и так далее вот этот момент хотя он конечно понятно что его очень сложно каким-то образом свою жизнь ликвидировать и профилактировать так скажем но это то с чем мы с вами работаем и все равно количество определенное в данном случае здорового образа жизни понимание здорового образа жизни в этой ситуации она очень важно то есть мы должны стремиться к минимуму внедрение химических веществ минимум введения в организм это тут про косметологии пусть не косметологии простян и чужеродных препаратов которые могут иметь в итоге аллергическое после последствия аллергического иммунного характера мы должны все равно радовать за уменьшение выбросов промышленности так или иначе за уменьшение захоронений и славок отходов за уменьшение радиоактивных потреблений хотя сейчас конечно радиация является мощнейшим источником энергии но тоже время как известно когда появились первые атомные электростанции процент рака значительно разрос по сравнению с теми желудочными шахтами и так далее то есть уже понимать что прогресс нам дается одновременно повышением заболеваемости